Всем привет-привет! У нас сегодня пасмурный день. Так, сейчас глянем, что у нас там. Сейчас минус пять, но вообще кажется, что минус двенадцать. С непривычки холодно. Вчера что-то задубело. Вчера, наверное, было с утра двенадцать, потом где-то там восемь-шесть. Всё равно холодно. День пасмурный, значит, нас, скорее всего, сегодня снегом занесёт. Так что мы в экстренном порядке подоились. Вкусняшек казен наложили. Казань недовольная. Бухтит тоже ходит. Козла хочет. Будем искать козла. Айзунечка у нас тут несанкционированная что-то вынесла с дома, жуёт. А я сейчас буду по мере таяния снегов заниматься дровами потихонечку. Ну, в общем, так, буду себя развлекать, пока их там снегом совсем не занесёт. Посмотрим, сколько успеем. Ой, как-то так. Всё хорошо, всё потихонечку. Вот там очень грустное зрелище. За сосной. Это у нас встал лёд. Всё. Вчера плыл-плыл-плыл, наплывал кусками. И всё, сегодня встал, сверху снежком покрылся. И прям за два дня так бац, и всё-таки жить в речке, смотреть на течение реки, как-то умиротворяет психику. Ну что, вот прям вот всё хорошо, и всё, и всё лучше всех. И вам того желаю. Чем мы занимались? Ну, скорее всего, мы всё ещё толстеем. Толстеем, толстеем, толстеем. И что-то на мне уже совсем плохо курточка стала застёгиваться, особенно за последнюю неделю, потому что я очень быстро набираю. Ну, прям вот капитально съела пирожок, и всё. И прямо плюс два килограмма, и чтобы эти два килограмма ушли. В общем, надо заставлять себя как-то двигаться, как-то что-то делать. Ну, я не могу далеко ходить. Это у меня тоже отмазка такая. Нет, чтобы съездить к хирургу. У меня на мизинце стержневая мозоль, которую я однажды очень удачно удалила. И она почему-то через несколько месяцев, в общем, короче, опять выросла. Я думала, что всё. Уже как бы навсегда. Она мне дала спокойно походить в лес осенью, там всё. Ну, короче, до корней. Не могу никак до корней. Короче, им надо к хирургу записаться. В общем, я откладываю до последнего, так сказать, всё это дело. Не знаю, в общем, посмотрим. Потому что больно ходить. Больно прям, и я уже понимаю, что если я иду куда-то там далеко или что-то, всё равно нога поджимается в неправильном как бы русле. Типа палец берегу и начинает то в бедро отдавать, то в общем. Короче, развалюха полная. Буду вот этим вопросом тоже как-то заниматься. Надо худеть потихонечку. И вчера я вечером нашла нового диетолога. Я опять забыла, как его зовут на букву О. Вот, так что сегодня его послушаю, потому что заслушалась. Прям заслушалась его. В голове потихонечку складывается. В прошлом году я пыталась сесть на кето неправильно. Выслушала мнение других диетологов по поводу этого кето-питания. А сейчас там как бы сбалансированное у неё питание. В общем, посмотрю, что он там за принципы пропагандирует. Для начала, ну что, лето прошло. Овощей свежих как бы уже всё. В принципе, всё подъели. Вот. И, короче, нужно есть сырые овощи. Ну, в крайнем случае квашеные. У нас капустку наквасила. Ну, нужно есть с каждым приёмом пищи клетчатку. У меня не получается. Не получается, независимо от того, что я люблю сырые салаты. И у меня выращенная редька, репка, брюква, короче, там морковка и всякие такие штуки. Чаще ленюсь, чаще, в общем... А клетчатка нам нужна. Короче, нужна. Вот. И сейчас куплю, короче, клетчатки. Клетчатки. Килограммчик или полкило. И, в общем, две столовые ложки в день. Норма. И буду как-то себя немножко ограничивать в пирожках. Потому что сделала сейчас новую кухню. Но это не так, как у вас там. Кухня. Вообще, у меня теперь огромная-огромная столешница. На ней очень теперь удобно готовить. Можно всяко-всяко разложить. И достать все мои мультиварки. И достать все... Как их? Господи. Печки, хлебопечки. Короче, всякую такую фигню. Очень удобно поставить. Было у меня... Вообще, в общем, места для этого не было. Вот. Сейчас там и розеточка. Все удобненько так сделано. Короче, я научилась печь вредное. Все самое вредное. И сейчас буду слушать, как бы мне это вредное. В общем, себе в пользу как бы обратить. Вот. Буду пытаться печь не из муки, которая мука. В общем, буду пытаться делать какие-то рецепты из интернета, где нужно помолоть овсянку. На овсянке там какой-то хлебушек спечь. Короче, я вот такой фигней буду заниматься. И буду туда выпечку пытаться добавлять вот эти вот клетчатку сухую. Короче, посмотрим, что-то дело кончилось. Зато интересно. Пока захватила, буду вот этим заниматься. Расскажи, Айзун, чем мамка занята? Чем? А? Мамка решила почистить пилу. И тут меня осенило. Не осенило, конечно. Это я все увидела. Ой. Ну, разве женский мозг может такие логические цепочки длинные выстроить, когда не образованные совсем? Ну, в общем, что? У меня пила плохо пилит. Пила неплохо пилит. Вроде все нормально. Я ее разбираю, собираю. Ленюсь иногда, конечно, там чистить и все это такое. И у меня провисает цепь. Пила вроде острая. Все, вроде все нормально. Все. Попилишь, попилишь, сразу провисает. Подтянешь, провисает. В общем, как-то это все ненормально. Все-таки надо мне еще подучиться с пилой немножечко. Вот. И сейчас я разобрала почистить пилу. Перед пилением моим очередным. И до меня вот тут такая штука дошла, конечно. Ой. Ну, не пришло бы мне в голову. У меня вообще нет такой логической цепочки. В общем, здесь опилочки такие набиваются. А я же пилю сырые, свежие елочки сейчас. Вот. И опилки-то все сырые. А на улице-то мороз. И, короче, вот эти вот все опилки, они вместе с цепью, они просто вот замерзают. Замерзают. И прямо вот таким комком замерзшим, каменным. Вот отвертка сейчас отдалбывала. Нет, чтобы нормальный мужик, наверное, просто отнес бы пилу, чтобы разморозилось все спокойно дома. Но мне-то надо прямо сейчас. Так что вот я сейчас вот это все дело почищу-вычищу и постараюсь почаще все-таки чистить пилу. Такая штука до меня не доходила, что опилки внутри могут замерзнуть в комок на морозе. Пилила и пилила себе спокойно. Думаю, что такое с цепью? Ну, сейчас постараюсь чистить почаще и посмотреть, будет ли все-таки цепь провисать. Или это и была у меня причина такого. Я не знаю, честно говоря, если цепь растянется обратно, она стянется. Или какое-то это растяжение металла было именно потому, что тяжело ему тут было проходить сквозь эти опилки, в общем. А потом он опять скукожится обратно. В общем, ничего этого я не знаю. Но вот такая вот интересная вот штука со мной произошла. Такое у меня наблюдение. Совсем-совсем не лишнее. Ну, для моих навыков сырые дрова зимой пилить. Да, Бимас? Скажи-ка, скажи-ка, мамка дура какая, да? Да. Скажи, мамка теперь стала чуть-чуть образованнее, да, в пилах? Скажи-ка. У кого ляжки-то толстые стали, красивые, стройные такие? Бимка весь шелковистый. Весь еще дал бы на себя шейник бы одеть. Ой, вообще был бы чудо, бы пился. Никак. Никак. Все снимает, все сгрызает, все принципиально ему. Ой, не быть привязанным, не быть каким-то ограниченным. С маленького, видимо, не научили. Что если бы был совсем маленький щеночек бы, шейничек бы повесили, и он бы, наверное... В общем, не знаю, что у него бы там было совсем в детстве. Ну, порадовались очередным знанием. Так что все, пошла пилить. Ну, Айзу, кто тут собака приятная такая? Кто? Ну-ка, расскажи. Расскажи. И ты приятная собака такая. Скажи, да. Мы столько раз, скажи. Щеточка хорошая. Мы очень много раз вычислили шерсть. Она все равно лезет безбожно. Безбожно. Да? Скажи, замерзну морозы. Ну-ка, расскажи. Расскажи. Мама заругала, да? Ты хотела в клумбе мышь поймать, да? Ой. Не знаешь, что делать лучше. Мышь поймать, да? Или росточки сохранить, которые эта мышь грызет. Скажи, на всякий случай. Вот так у нас, скажи, да? У нас вон поземка тут. У нас тут снегопад. У нас тут, скажи, не пойми что. Собаку завалило снегом. Дрова наши завалило. Пиво завалило, да? Да. Скажи, мы теперь выковыриваем, скажи, из-под снега. Скажи, как налетел буран. Он как налетел, скажи, да? Как замел нас, да? Ой, по делам собака пошла, по делам. Ой, господи, деловая колбаса. Ой, ну вот так вот у нас погода не порадовалась сегодня. С таким энтузиазмом мы взялись, напилили, напилили. А дрова нам все засыпала. Ой-ой-ой. Не настие такое. Это мы, конечно, с жира уже тут это. Снега всего два сантиметра. Не сугробы по полметра, которые лопатой надо разгребать. Ну, надо же пожаловаться-то после лета. Мы уже ждем, ждем. Вовсю уже деньки считаем. На календарь посмотрели. Ой, единственное, что осталось у нас зеленого, неопределенно зеленого. Это домик наш. Очень ужасного цвета. Не люблю такой цвет никак. Он вживую более некрасивый, чем на видео. Ой, ну ладно, в принципе. В принципе, наверное, и все. Снег, думаю, что не закончится, потому что там все небо черное, все. И сейчас мы, скорее всего, домой запремся. Потому что снег сырость нам образовал. Потому что обмороз не очень большой. Может, сейчас минус пять. И все равно в перчатках работаешь. И снег тает, и руки все время мерзнут. Так что все. Пойдем коротать. Под одеялкой, наверное, сейчас заляжем. И будем смотреть рецепты для похудения. Да, Айзун? Скажи, как похудеть, чтобы что-то полезное есть, да? И не работать, скажи, да? И не выходить на улицу, дрова не пилить, калории не сжигать. Скажи, просто худеть. Пойдем, дяденьку, посмотрим, да? Ну, вот очередной вечер у нас. Айзунька храпит рядом на диванчике. А я пытаюсь... Зачем одела черное, не знаю. Что-то как-то мне... Вроде настроение хорошее сегодня было. А, не нашла красную футболочку. Так что я сейчас вся в шерсти. Вся в шерсти. Белая. Это мы с Айзой сейчас обнимались. На диване валялись. Ей скучно, что мы теперь домой рано заходим. Чувствую, мне как-то придется в темноте какие-то организовать прогулки с ней по вечерам. Потому что, видимо, не нагуливается собака. Что-то стало как-то плохо спать. Тоскует по вечерам. Ко мне заберется, в общем. И все мне в шерсти измажет. Несмотря на то, что мы щеточку очень удачную купили. Видимо, такая собака все-таки. Она лезет просто круглогодично. Ну, в общем, что? Остается нам сменить... Как сказать? Всю нашу обстановку под цвет ее шкуры. В общем. Айзой, чем мы и займемся. Потому что все, что черное, бордовое, оно не выдерживает никакой конкуренции. В общем, будем подстраиваться под цвет ее шерсти. До этого такого же цвета у меня был кремчик. Кремчик. Святой был пес. Он в некоторых отношениях, в некоторых, конечно, не характере. Он не линял. Он не линял, ну, почти никогда. У него настолько линько проходило, я не знаю. Полдня, когда я не видела, что ли. В общем, никогда не было проблем. Не то, что там с вычесыванием, еще с чем-то. В общем, он никогда не оставлял в шерсти. Да, Айзунчик? Да. Так что вечерок мы коротаем. Ой. Не акклиматизировалось еще, видимо. В общем, этот снег выгнал нас. И что-то нос замерз. Что-то, как всегда, под одеялко. И, как всегда, в общем... В общем, опять случайно я перетопила. У нас жарища, айзомается. В общем, как-то вот... Ух-уху. Тяжелая деревенская жизнь. Вот, что... Чем я сейчас... Я сейчас увлеклась про питание. Смотрю про питание, потому что потолстела. Я чувствую, что еще пару недель и куртка у меня не будет зимней застегиваться. Все. Есть интересные моменты. Очень мне понравился. Вот. Забыла, какой чувак. В общем, короче, вот этот чувак. Сейчас его найду и фотографию вставлю. Ну, нет у меня. Нет у меня памяти. Не на имена, не на лице я специально. Специально только что, минутку назад, может быть, я залезла и посмотрела, как его зовут. В общем, что-то похоже на Обломова, потому что кто-то там где-то в комментариях такую шутку вставлял. Слушать его тяжело, долго нутно. Но есть интересные моменты. Это за что я люблю Бубновского смотреть. Когда я увидела первый раз, это была передача о Семенович. В общем, короче, долго. Когда Бубновского смотришь, особенно когда нужно прийти в центр, чтобы тебя проверили. И чтобы выводить какую-то нужную информацию с какого-то ролика, приходится просто смотреть, 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 смотреть. И, так сказать, это маленький объем информации, в большом объеме как бы текста, да, и нужно вылавливать, в общем, все это дело. И такое же примерно, то есть, ну, чтобы, видимо, какие-то вот эти вот по питанию там курсы покупали или что-то. Ну, мысли очень интересные есть. В общем, цеплять-то в чем-то, как-то в бесплатных роликах ему тоже нужно. Поэтому, вот, и многие жалуются в комментариях, что очень долго слушать. Но, если тем интересует, в долгом слушании есть тоже очень положительный такой момент. То есть, когда вы что-то делаете, что бы вы ни делали, и не забывайте, что если вы когда-то что-либо делаете с самого момента своего рождения, у вас создаются мозгудеронные связи навсегда. Все, что вы когда-либо услышали, прочитали, увидели. Все остается навсегда в вашем мозгу, навсегда-навсегда, и влияет на все ваши мысли, поступки, действия. В общем, короче, на все, на все, на все. Из этого и будет складываться ваше мировоззрение. Так что, если хотите начать меняться, нужно хотя бы лечь в сторону, влечь по направлению. В общем, короче, смотреть какие-то ролики с полезной для вас информацией, это тоже хорошо. Даже лежа кверху пузом, даже если вы не готовы еще худеть и жареные пирожки едите, все равно, все равно полезно смотреть ролики о похудении, потому что у вас в этот момент складываются нейрончики, которые в нужном направлении однажды вас уведут. Вот. В общем, короче, жалуются люди, что ролики у него такие вот всяко-разно длинные. Я тоже не люблю с водой там всяко-разно. Ну, чем-то, короче. Я посмотрела первый ролик, где-то зацепила что-то, уже я там где-то из этого слышала. И, конечно, это противоположное мнение. В прошлом году я на кето пыталась есть. Там нельзя углеводы. Ну, углеводы можно, но там какие-то они, в общем, 40 грамм в день и так далее. Вот. Здесь другое немножко питание. Это очень подробно, интересно и, в общем, очень много вкусного можно там. Мне с этим, мне легче входить во все диеты, во все вот всякие вот эти вот штуки, независимо от того, что у меня нет силы воли, и я могу взять и в любую секунду жареных пирожков сделать всяко-разных там. В общем, самое вредное, что можно представить. Вот. Но у меня далеко все магазины, вот, и нет у меня как бы такой... А, ну, овощи свои еще, конечно, всяко-разные. Вот. Ну, и плюс шедянутость определенная в голове. И, ну, в общем, блин, ну вот... Не обращайте внимания, я люблю отмысливать идти куда-нибудь. Ну и ладно. В общем, нас слушалось. Часа три мы тут с Айзунькой страдали про диеты, слушали, слушали. Ну, ничего, мы пошли, в общем, в холодильник. Как я сегодня услышала, в холодильнике по ночам, когда мы засыпаем, нам мстят и подходят к нашей комнате. Комната, короче, открывает дверь, как мы по ночам лазим в холодильник. Вот, по-моему, я первый раз такую шутку услышала, либо я слушала до этого, но уже не помню, потому что с памятью проблема. Ну, в общем, вот так вот мы вечера коротаем. Это вместо обещанного вязания было. В общем, мы втянулись под одеялкой, пока грелись, вот так вот. И еще, наконец-то, я про фундаменты, все про фундаменты, про фундаменты, и, наконец-то, я нашла. Нашла я вот такую вот, короче, информацию. Сейчас примерно картинку покажу. Вот, наконец-то, я нашла, и нормально могу вбить и почитать. В общем, я решила, сколько решила? Решала. В прошлом году в этом, какой на моем, в общем-то, тонущем, странном, в общем, грунте, ну, единственный выход, почему у меня дом малюсенький, но крепенький весь, у меня фундамент. То есть, у меня фундамент внизу дома такой же, как и дом. Весь целиком. В общем, там можно сделать тайное подземелье с таким же помещением, где я живу. Вот. И я смотрела про насыпные грунты, потому что хочу сделать баньку и грунты. Господи. Насыпной фундамент. Насыпной. Короче. Все. В общем, я формулировку забыла. Короче, когда фундамент у нас не вкапывается в глину, в общем, делается насыпь, делается что-то вот такое, там, в общем, щебни, камни и все такое. Это то, что я увидела в церкви в Согиницах, там, где был открыт вход в подвальчик, не знаю, специально ли проветривался. И, в общем-то, вся, это как бы церковь, все эти бревна, все это, оно же без фундамента, без ничего в старину. Это церковь, которая была построена без гвоздей. И все эти сруб, все эти венцы, они стоят просто так на земле, но не просто так на земле. Просто мне неизвестно, сколько там эта глубина находит, или это была, может быть, горка насыпана. В общем, из камней. Каменная насыпка такая. Вот. Из чего я сделала выводы, что не обязательно там щебень или что-то, можно из камней, там из всего. В общем, короче, я хочу сделать насыпь. Все. Высказалась. Вот такой вот насыпь хочу сделать. И на ней уже сделать баню из опилка-бетона. Вот. Все. Наконец-то мысли в моей голове сложились, и уже могу приступить в следующем году спокойно уже, понимая, чего я хочу. Вот как-то так. Ну что, сейчас еще немножко, наверное, посмотрим мы про диетки, чтобы не съесть ничего вредного. Вот. Почему? Потому что мы насмотрелись, три часа смотрения, даром не проходит. Короче, сделала я себе всяко-разно полезный, как, господи, не знаю. Не знаю, как это сказать. Кушай не я такое. Кушай салат. В общем, я себе сделала салат. Нужно найти приличный какой-то рецепт, потому что не нашла рецепта горошек. Короче, в этот салат усушил горошек, и я вспомнила. О! А давай-ка я сделаю, значит, этот самый майонез-то с этого, с водички из горошка где-то видела. А так как салат с горошком, а все ругают, что майонез из водички, который из-под горошка, очень воняет горошком. В общем, специфически не очень вкусно некоторым. Я думаю, ну, раз салат уже с горошком, и я сделаю этот майонез. Короче, не получился у меня майонез из этой водички, нифига. Нужно будет какой-то рецепт получше поискать. В общем, у меня такая... Ну, короче, как? Но он получился жидкий. И я решила, что надо сделать из него какой-то соус. В общем, проблендерила туда всяких еще огурцов соленых. В общем, всякой стране еще напихала туда. И получилось очень вкусно. Не совсем как дядя доктор порекомендовал. Ну и ладно. Надо с чего-то начинать. Вот так вот. Правильный баланс, чтобы ровно было у нас. Белки, углеводы, жары. В общем, всякая вот эта вот штука. Клетчатка. Сухую. Сейчас надо еще клетчатку купить, потому что у меня что-то недоборка. Ой, все. Высказалась. Вот такой у нас активный информативный вечер прошел. Так что сейчас пойду поподглядываю за Айзунькой, как она спит. Пусть совсем не попрощается. Ну, не смогла поскрасться незаметно. Показать, как Айза храпит. А она решила закрыть глазки и спать себе дальше спокойно, не обращать внимания. Вот так собака сегодня умаялась. В снегу наигралась. Айза, да? Скажи, все, вся Айза устала. Вся Айза устала, скажи, сплю, да? Лень глазку открывать. Все? Спишь? Ой, похрапывает собака. Скажи, пока-пока всем, да? Скучный, снежный, морозный, скажи, день. Скажи, а ведь зима еще даже не началась. Чесать тебя? Тебя и зачесать, да? Это легко почесать. А это пузейка. А это пузейка. Пузей, пока всем, пока. Ну и спи, спи.